Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Подобно апостолам распространяли Христово учение, пройдя с проповедью отдаленные страны и народы». Церковь почитает этих святых как равноапостольных. Первой святой из равноапостольных была ученица Иисуса Христа Мария Магдалина. Господь исцелил ее, когда Мария вела грешную жизнь. С тех пор она стала верной его ученицей. Вместе с Пресвятой Богородицей она стояла у креста, присутствовала при погребении Господа. А затем первая увидела своего учителя после воскресения. Христос сказал ей, чтобы она возвестила апостолам эту радостную весть. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Мария исполнила волю пославшего ее на проповедь. Она вернулась в дом, где еще пребывали в смятении апостолы, и возвестила им радостную весть «Видела Господа». Это была первая в мире проповедь о воскресении. Апостолы должны были благовествовать миру, а она благовествовала самим апостолам. Святые равноапостольные царь Константин и мать его царица Елена издали в IV веке манифест, благодаря которому прекратились гонения на христиан, и самое могущественное государство Римской империи стало светочем христианства во всем мире. Святая равноапостольная Елена восстановила в Палестине поруганные язычниками святые места, связанные с земной жизнью Спаситель. На Голгофе, месте распятия Христа, стоял языческий храм в честь богини Венера. По приказанию Елены храм снесли и нашли три креста. Во время этого события произошло чудо. От одного из найденных крестов исходила такая сила, которая воскресила мертвого. Это был крест, на котором Иисус Христос принял смерть. Память об этом событии установлен праздник воздвижения креста Господня. На месте, где был найден животворящий крест, Елена соорудила церковь во имя воскресения Господа. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери. От всяких следов язычества повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Император Константин всю свою жизнь посвятил благу церкви и сделал столько добра ей, что заслужил наименование равноапостольному. В 325 году император повелел созвать Первый Вселенский собор в городе Никеи, на котором был утвержден символ веры – краткое исповедание христианского вероучения. Святой Константин перенес столицу из Рима в город Византию, который был переименован в Константинополь. Во время его царствования законы Римской империи основывались на требовании христианского учения. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Первой святой этого чина на Руси была святая равноапостольная княгиня Ольга. Начальницей веры и корнем православия в Русской земле называли Святую Ольгу. Видя благочестивую жизнь христиан, княгиня приняла евангельскую истину и отправилась в Константинополь. Там она приняла крещение с именем святой равноапостольной царицы Елены. Став православной, Ольга распространяла веру, строила храмы, тем самым подготавливая почву для духовного преображения народа и дела крещения Руси, которое совершил ее внук, святой равноапостольный князь Владимир. Это величайшее событие изменило всю историю Руси. Разрозненные языческие княжества стали единым православным государством. После крещения киевлян, всюду по Святой Руси, Владимир повелел уничтожать языческие капища и ставить церковь. Креститель Руси Креститель Руси Владимир Красное Солнышко С такими определениями вошло в русскую историю имя князя Владимира. Его деяния приравниваются к делам первых апостолов, равно как и дела просветителей славян, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Святые братья Кирилла и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Фессалонике. В IX веке они были посланы на проповедь в Моравию византийским императором Михаилом по просьбе князя Ростислава. Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку, перевели из греческого на славянский язык священные церковные книги, ввели богослужения на их родном языке. В иерархии святых равноапостольные стоят после апостолов. Наряду с мучениками, это одни из первых святых, которые прославились не только проповедью евангельского учения, но и следованием этому учению в течение всей своей жизни. Почитание святого состоит в подражании ему. Субтитры создавал DimaTorzok